Я Анна. И мне всегда не хватает времени. Я за ним не успеваю. Что и понятно, оно идёт только вперёд. Бежит, мчится. Всё быстрее и быстрее. И нам его нужно всё больше и больше. Чтобы доделать не сделанное, нагнать упущенное. И вдруг... Всё замирает. Всё обрывается. И время останавливается. И ты мечтаешь только об одном. Повернуть время вспять. Вернуться назад. Чтобы всё изменить. Но пока я мечтаю угнаться за временем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Здрасте. Извините за опоздание. Я мама. Егор? Опоздание? Ань, опаздывать могут люди, которые хоть иногда приходят вовремя. А ты никогда ничего не делаешь вовремя. Так, значит, ты никогда не опаздываешь. Я рада, что ты помогаешь мне разобраться в себе. А я был бы рад, если бы ты побольше внимания уделяла воспитанию нашего сына. А не торчала у себя на работе. Вам инспектор по делам несовершеннолетних в своем собственном кабинете не мешает? Егор, что ты натворил? На бигборде городской футбольной команды написал слово «лохи». Они вели 3-1 и слились за пять минут до свистка. Я больше так не буду. Значит так, для первого раза предупреждения, если повторится, будем квалифицировать как мелкое хулиганство и ставить на учет. Распешитесь. И займитесь, наконец, ребенком. Проводите больше времени в кругу семьи. Видите ли, мы с женой разводимся. Он еще и обижается. Да кому еще нужно обижаться? Это мне нужно обижаться. Ты что, весь мир должен знать, что у меня не семья, а черти что? Я хочу, чтобы ты запомнил две вещи. Первая, я тебя очень люблю. А вторая, ты наказан. Которая часть? Проводина второго. Черт, я уже на полчаса опоздала. Меня Бронская убьет. А вы не забыли то, что у меня в семь шоу? Футбольный фристайл. Нет, не забыли. Тогда до встречи. А ну-ка, стой. Куда собрался? У меня стрелка с пацанами. Какая стрелка? Я же сказала, что ты наказан. Умей, пожалуйста, отвечать за свои поступки. Ты остаешься вместе с папой. Я не понял. Аня, ты в своем уме? Ты думаешь, работодателю понравится, что я пришел на собеседование с юным футболистом? Хорошо, я не понимаю. Что ты мне предлагаешь? А возьми с собой вреда. А ты что, не знаешь, что Бронская против сочетания работы и личного? Короче, я вам нафиг не нужен. Это не так. Ну ладно. Пойдем. Не уж нет. Ты поедешь со мной. Удачи на собеседовании. Ровно в семь. Нет, я лучше сам. А то ты опять много сахара насыпешь. А тебе нельзя. Ровно в семь. Ровно в семь. Ровно в семье. Ровно в семье. Ровно в семье. Ровно в семье. Я же сказал, я все сделал. Все будет хорошо. Привет, Варь. Привет. Привет. А ты че так феерично опоздала на 45 минут? Что там громкое? Время? Да она в ужасе. Уже подписала приказ в твоем обольнении. Три выбора. Ты что? У меня только два. Ладно, я шучу. Кстати, у нас новенький. Но он же занят. Меня это не интересует. Рекламная площадь должна быть продана. Понятно? Извините. Здрасте. Анна Громова. Звезда 24 часов, которой всегда не хватает одного часа. Извините, пожалуйста, у меня форс-мажор. Дело в том, что у меня сын сегодня попал… Ребенок – это личное дело того, кто его родил. Где статья о шайке, которой грабят кафе и бензоколонки? Она должна была быть у меня утром. Совсем нет информации. Просто полиция до сих пор ничего не знает про грабителей. Значит, делайте заметку о бездействии полиции, чтобы в 21 час эта статья была у меня на столе и с фотографиями. Я, Виталья, как раз сегодня… Возилевич, что по поводу женщины, которая в коме после отравления съела грибов, чуть богу душу не отдала. Как идет сбор средств на ее лечение? Да. Это, конечно, была абсолютно гениальная идея. Тиражи растут, читатели волнуются. Возилевич, женщина в коме, у нее трое детей, мужа сократили, а вы – тиражи. Так что по поводу статьи? Да, простите. Ну что, статья получается достаточно эмоциональная. Осталось только зафиналить и все. И что нам мешает? Ну, финал зависит от того, умрет она или нет. Только что из МЧС прислали. Там на декабре-то взрыв газа. Так, я займусь этим. Вы занимаетесь отравлением, а вот Громова займется взрывом. Ева Витальевна, у меня у сына сегодня в семь часов. Я еще раз повторяю, что ребенок лично… Лично и дело того, кто его родил. Ведите, пожалуйста, в курс дела нашего нового фотокорреспондента. Андрей Литвин, Анна Громова. Анна Громова, Андрей Литвин. За работу. Ну, а я пойду в реанимацию. Бедные, ты действительно думаешь, что они смогут вернуть к жизни твой мозг? Я не понимаю, что я могу успеть написать до девяти часов? О грабителях или о взрыве? Мне иногда кажется, что Бронская не в курсе, что день состоит только из двадцати четырех часов. – Сутки. – Что? Сутки состоят из двадцати четырех часов. Ох, вы, оказывается, умеете разговаривать? Лет с трех. Что известно о грабителях? Их двое в масках. Прорываются с пистолетом, стреляют в потолок, забирают деньги и исчезают. Гильз нет. Это все. Если гильз нет, значит, револьвер. Пересамопал. Переделка из газового пистолета. Да что же натворить? У вас крепкая рука. Где работали раньше? Да так. То здесь, то там. Ну, можно же предупреждение подняться? Держай! Ты мне рассказывай! У нас проблема. Держи, как мне сейчас. Не заливайте свечи. Считаем до пяти вместе. Один, два, три, четыре, пять. Пять. Нежно. Нежно. Любитель или профессионал? Играет за темп. У него сегодня выступление. Футбольный фристайл. Шоу. Сотню. Чикаришь? Реверс или кроссовер делаю на раз. Уважаю. Всегда мечтал научиться. Балку поднимите. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Пожарные говорят, что взорвался газовый баллон. Но мы должны проверить все версии. Правда, вот потерпевший не в состоянии пока. А что с ним? Я думаю, контузию. Все время бормочишь что-то невнятно. Говорит, что там остался его внук Ваня. Вы проверили? Что проверили. Там никого нет. Что? И не вздумай. Там сейчас перекрытие рухнет. Помогите. Ваня. Стой! Стой! Вы уже стояли! Мама! Где это? Ваня! Что не будет? Ваня! Ты где? Ваня! Ваня! Тише! Он там! Он здесь! Быстро! Ваня! Живой! Пацан! Живой! Вылезай быстрее! Осторожно! Живо! Здорово! А ну давай, бегом отец! А-а-а-а! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА – Она погибнуть могла. – Может, уже она ты? Мама! Моя мама – герой! Вам понятно? Ты как узнала? Я услышала крик. Должна была проверить. С вашим внуком все в порядке. Вы успели. Мне повезло. К сожалению, так бывает навсегда. Вы успели. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА О чём вы говорили? О времени. Чёрт, мы опаздываем. Бежим скорее. Тебя в таком виде на шоу не пушат. Получил работу? А, я тебя поздравляю. Когда приедешь? Мы через пять минут уже выходим. – Правда? – Правда, правда. – Чёрт, Филипп. – Да? Ладно, я скажу ему. Пока. Муж. Бывший. Вас ещё не развели. И учти, я не буду его называть бывший папа. Не надейся. Егор. Бывший папа. Хочу себе кофе. Кофе. Ты же есть хотел. Почему не притронулся? Перехотел. Горячий. Сынок, ты знаешь, что бы ни случилось, я и папа всегда будем рядом с тобой. А он, на самом деле, нормальный чел. Сказал то, что кляяться к тебе не собирается. У него девушка есть. Красивая. Сказал то, что для разных журналов снимает. Игорь. Егор, мне это совершенно неинтересно, веришь? Добрый вечер. Мне как обычно. Что вам? А какие у вас планы на вечер? Вы точно в них не входите. Жаль. Видно, сегодня не мой день. Так, где папа? Время. Нам уже идти надо. Егор, папа не сможет сегодня прийти, потому что его взяли на работу. Ну, по крайней мере, отмазка железная. Давай выше нос. Спасибо. На сумочку. Всем оставаться на своих местах! Все, я не сказал! Отзывай кассу, живо! Деньги! Деньги давай! Руки на стол! Не двигаться! Сидеть! Быстрее! Сидеть! Не тупи! Ты понял? Понял меня? Деньги! Деньги давай! Давай, шевелись, курица! Оружие на пол! Я сказал, сидеть! А ты не вздумай рыпаться, а то пристрелю! Ты что, оглох? Пушку бросай! Бросай пушку! Не дури! Ты что, не понял? Бросай ствол, никто не умрет! Считаю до двух! Один! Сашка! 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 Братик! Черт! 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 Пятьсот сорок семь! Скорая! Гоголя двенадцать, срочно! Женщина огнестрельная ранение! Женщина огнестрельная ранение! Егор! Ты что? Ты что? Егор! Егор! Зажимай рану! Зажимай рану! Зажимай рану! Крепко зажимай, сильно! Аня! Мам! Мам! Холодно! Холодно! Вези Егора в больницу! Я должен остаться здесь! Егор! Ты меня слышишь? Сейчас! Сейчас! Мам! Я умираю! Сынок! Помогите! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мам! Ну? Мам, да что такое? Это у мамы пяти минутка нежности. Сынок, послушай, ты сейчас поедешь с папой. Ну, помни, что я тебя очень-очень люблю, слышишь? Идем. Или ты хочешь, чтобы Егор поехал с тобой? Нет. Идите вдвоем. Бери мяч. Спасибо тебе большое. Берегите себя оба. Ань, ты… Ну, у тебя все в порядке? Да. Я просто увидела. Я увидела сон. Не важно. Ну, мы пойдем. Да-да-да, идите. Идите-идите. Идите. Ровно всем. Не опасно. Я не опоздаю. Обещаю. Филипп, удачи на собеседовании. Спасибо. Спасибо. Я успею. На этот раз я всюду успею. ПОДПИШИСЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, она хочет подписать приказ о твоем увольнении. Знаю, три выговора, хотя у меня только два. Варь, придумай что-нибудь новенькое. А ты что такая взъерошина? Опять селипом подсапалась. Ему опять работу не дали, да? Нет, он получил работу. То есть он получит работу сегодня вечером. У него собеседование. Да, выглядишь на троечку. Как Егор? Егор? Егор, хорошо. Кстати, у нас новенький. Знаю, фотокор. Если что, он твой. Меня это не интересует. Рекламная площадь должна быть ввода. Понятно? Здрасьте, извините. А вот и звезда 24 часов, которой, как всегда, не хватает времени. Мне нужно было решить проблемы с сыном. Извините. Меня не интересуют ваши семейные проблемы. Меня интересует статья о шайке грабителя, которая должна была быть у меня утром на столе. Где она? В 547. Что? У меня появилась свежая информация. Грабители это братья. Они сегодня будут задержаны. Я предлагаю подождать со статьей до вечера. Отлично. Статья должна быть у меня на столе в восемь часов. Как? Вы же говорили, а я думала в девять. Я говорила в 20.00. Олег, продолжайте, пожалуйста. Введите в курс дела Андрея. Светлана Лешетнева. Брат ее муж Александр. Прибыл в пусты. Мужчины пили водичку и запускали шашлычком. А женщина налегала на пиле. Короче, она в коме уже на дворе. Вот мы решили организовать сбор средств. Хотя, честно говоря… Так, сколько уже перечислили? Только что из МЧС прислали. У них там взрыв газа на декабристов. Я займусь этим. С какой стати? У тебя вон грабители. Так, подождите. Давайте я решу, кто чем занимается. Олег занимается взрывом и отравлением. Вы готовите бомбу о братьях. И пожалуйста, введите в курс дела нашего нового фотокорреспондента. Вам все равно до вечера заняться нечем, а фотографии с пожара у МЧС возьмем. Андрей Литвин. Анна Громова. Анна Громова. Ангелина. Мы знакомы. Тогда за работу. Давно в газете Убрумской. Достаточно. Ясно. Ненормированный рабочий день и без выходных. Меня устраивает. Муж не возмущается? А он не слишком милопытный? Мы разводимся. Ну, в процессе. А где вы раньше работали? Только не говорите, что кто здесь, тот там. Так где же мы виделись? На конференции. Пресса года. В этом году или в прошлом? В прошлом. Это вряд ли. Я там ни разу не был. Значит, обозналась. Это проблема? Нет. А может быть вы просто часть одного моего большого дежавю? Может, где-нибудь перекусим? Сэндвич с ветчиной, кофе? Нет. У нас нет для этого времени. Тот же автобус. А куда мы так торопимся? Я должна спасти ребенка. От чего? От гибели при пожаре. Вспышка женской интуиции. Понятно. А что еще вам подсказывает ваша интуиция? Ну, например, то, что вы фотографировали красивых девушек. Для глянцевых журналов. Ошибаетесь. Как ты мне рассказываешь? Черт. Тот самый гаишник. Идите. Вы поснимайте пока здесь. Я сейчас. Рома, что за дела? Это мой репортаж. Я здесь по другому делу. Успокойся. Балакирев, привет. Это вообще не хватало. Ты что здесь делаешь? Слушай, пробей, пожалуйста, для меня вот этот желтый автобус. Я знаю, что мало цифр, но, пожалуйста, мне очень нужно. Сделаешь? Не-не-не. Спасибо. Ты куда суешь свой нос? Отойди, пожалуйста. Отойди. Что это за номер? Пробей номер. Куда? Стоп! Где это? Что я могу? Ваня? Помоги. Ты где? Ваня! Деда! Ваня! Помогите, кто-нибудь! Ты где? Ты меня слышишь? Я знаю, ты здесь. Ваня! Ты сейчас с ума сошла, что ли? Тут же все. Рук не давая. Тихо. Я слышала его голос. Ваня! Тише! Деда! Он там. Он здесь. Вылезай! Быстро! Ваня! Живой! Молодец! Живой! Вылезай быстрее! Осторожно! Жив! Здорово! А ну давай, бегом отсюда! Наконец-то очнулась. Как мальчик? Аня, ты в порядке? Имей в виду, Громова. Это мое задание и мой материал. Тогда иди и работай. Очнулась? Сумасшедшая. Как ты узнала? Услышала крик. А почему темно? Ты в отключке была. Долго. Добегаешься, Громова? Добегаешься. Понимаешь? Да. Вот эти данные. Громова. Что случилось? Скажи мне, что ты здесь делал? Слушай, мне предвиделось, но мне приснилось, что сегодня моего сына убили. И сейчас это все опять повторяется. Дибрис, слушай, но все равно, это же не повод приходить сюда вмешиваться в мою работу. Вот данные по твоему микроавтобусу. Да, иногородный. А на этом мое доброе отношение к тебе заканчивается. Выздоравливай. Так, погодите, какой микроавтобус? Прочтешь же в завтрашнем номере. Уходи с моего объекта! Слушай. Решитнев Александр Васильевич. Я знаю, кто грабит кафешки. Ань, с тобой точно все в порядке? Поехали. Только я за рулем. Газ залипает. Ты инжектор дома чистила. Алло, Филипп. Слушай, я хочу тебя поздравить. Я надеюсь, что эта работа принесет тебе... Очень смешно. Но работы я не получил. Как? Да, вот так. Представь себе, жена директора фирмы ушла к футболисту. А тут прихожу я с мальчиком в футбольной форме и с мячом. Ты представляешь его реакцию? Послушай, ну это невозможно было предугадать. Ну, конечно. Но если бы Егор пошел с тобой? Нет, ни в коем случае. Ну, еще бы. А, кстати, ты не забыла про шоу Егора? Нет, нет, нет. Нет, у меня еще есть целых полчаса. А ты не хочешь приехать за нами? Мы в большой тарелке. Ну, поскольку твоими ставлениями я все еще безработный. Что? Где вы? Приходится экономить. Филипп, Филипп, я тебя прошу, уезжайте оттуда с Егором. А почему ты продолжаешь решать, что и где мне есть? Филипп, я тебя умоляю, бери Егора и скорее уходите оттуда. Ты меня слышишь? А с какой стати я должен слушать истерику женщины, которая у меня уже не жена? Де-факто. Филипп, пожалуйста, не спой со мной. Возьми Егора и убегайте оттуда немедленно. Ты меня слышишь? Филипп, Филипп... Уже полдня батарея не держит. Тебе нужен новый телефон. Мне, кстати, тоже. Угу. Вот сэкономлю на завтраках. Слушай, ну дай мне свой. Мой в ремонте. Точно, я забыл. Что он выключил телефон? Едем быстро, в большую тарелку, быстрее! Слушай, не то, чтобы я был особенно любопытен, просто... Через несколько минут двое братьев ворвутся в большую тарелку! Это из той же оперы, что и мальчик в сгоревшем доме. Послушай, я не сумасшедшая. Это братья Решетневы на желтом автобусе. Они грабят кафешки, чтобы оплатить лечение жены Василия Решетнева. Поезжай быстрее! Они сейчас приедут в большую тарелку. Там мой сын, они его убьют! Здравствуйте. Мне как обычно. Вы у нас постоянно едите. Потому что вкусно? Или как? Или как? А где лимон? Алло, девушка! Здрасте. Мне нужен номер закусочной, большая тарелка. Гоголя 12. Да-да-да, я запоминаю. Я просто не могу придумать, куда Вас пригласили. Ну, не в кафе же. Позовите меня в кино. Отлично. Слушайте, сегодня просто мой день. Черт, почему у них все время заняты? Аня, поэтому телефон, скорее всего, заказы принимают. Поехали, скорее, а? Я не наелся. Возьми мне еще. С собой. Растущий организм. Если денег хватит. Еще. С собой. Ваша карточка не работает. Рассчитайтесь, пожалуйста, наличным. Да там есть деньги. Ну, попробуйте еще раз. Проблема в вашем терминале. С собой. Хорош. Проблема в вашем терминале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беги. Черт, только не это. Мы не успеем. Андрей, что делать? Позвони своему подблаковнику. Да, Ань, слушаю. А откуда у тебя такая информация? У него, выезжаем. Большую тарелку. Быстро. Есть. Вот видите, не заговорил, что дали из них деньги? На, держи своё пропитание. А ну, быстро сели. Руки на стол. Всем оставаться на своих местах. Открывай кассу, живо. Лучше вот и смолчишь. Деньги давай, деньги. Руки на стол, не двигаться. Быстрее. Давай, шевелись, курица. Деньги, деньги давай. Сидеть. Оружие на пол! Не вздумай рыпаться, а то пристрелю. Бросай пушку! Пушку бросай! Не дари. Ты что, не понял? Бросай ствол, никто не умрет. Считай до двух раз! Два! Нет! Ребята! Ребята, я вас знаю. Вы братья Решетнёвы. Вы хотите спасти вашу жену Светлану. Она в коме, правильно? Да, я вас знаю. Я вас сегодня видела. Вас убили. Но перед этим вы застрелили полицейского. И… Да, да. И ранили вот эту девушку. Вот это мой муж, Филипп, а рядом мой сын. Вы стреляли и попали ему в живот, и мой ребёнок умер. Что за бред? Никто не пострадал? Ну, ведь мог. Вы подвергли опасности ни в чём не повинных людей. А как было спасти его жену? Попробуйте каждый день доставать такую сумму. Мы дали объявление в газету. Мы открыли вам счёт. Люди уже жертвуют вам деньги. Как же вы могли? Какое объявление? Мы ничего не знаем об этом. Я сам во всём виноват. Я сам всё придумал. Сам переделал пистолет. Братишка, уходи. Уходи, слышишь? Ну! Мы просто хотели спасти Светку, вот и всё. Откуда вы только взялись? Я… Я просто хотела спасти моего сына. Я… 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 Чёрт! Он… Он… Он сам под колёса бросился! Егор… Анна, вы напустили много мистики. Значит, один брат покупает грибы, приезжает в гости к другому. Жена, которого чуть не мирает от этих грибов. С братьями все в порядке, потому что они выпили много водки, чтобы оплатить расходы на лечение. Они идут на грабеж, но, в конце концов, смерть забирает виновника. И в этот момент женщина выходит из комы. Громово постоянно лезет не в свое дело. А по-моему, читателям это понравится. Варвара, верстку. Базилевич, почему вы не сообщили Решетнему, что собраны деньги на лечение Светланы? Я? Я вообще не знал, что собралась необходимая сумма. Я вообще в эти акции не верю. В людей надо верить. Хорошая работа. Спасибо. Хочешь? Максим Георгиевна. У меня интересный метод. Ведение переговоров с Пойсом. Стопниками. Моделирование ситуаций. Проходили на каком-то тренинге? Ты молодец, Аня. Там дело решали секунды. Время на твоей стороне. Не всегда. Прости, мне пора. Меня дома сын и муж ждут. Тогда я еще не поняла, что со мной произошло. Был ли это сон наяволе, вспышка интуиции? Возвращали меня в прошлое или давали увидеть будущее? Связаны ли эти события с часовщиком или нет? Я знала только одно. Мой ребенок жив, он в безопасности. И еще я чувствовала, что пришло мое время. Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы научиться управлять временем? Уметь останавливать его? Заглядывать в будущее или возвращаться в прошлое? Хоть на несколько секунд. Чтобы вовремя оказываться там, где ты нужен. Где тебя ждут. Где тебе было так хорошо. Чтобы эти мгновения счастья повторялись снова и снова. Чтобы никогда не случилось то, что изменило твою жизнь навсегда. А я мечтала. А я мечтала. И с десяти лет я мечтала только об одном. Вернуться назад. Чтобы не сказать того, что не надо было говорить. Или успеть сказать что-то очень важное. Чтобы остановить его от ошибочного шага или не оступиться самой. Чтобы взять его за руку и уже никогда-никогда ее не отпускать. Я мечтала вернуться назад и все исправить. Я бы не стала уговаривать Женьку идти на ту крышу. Если бы мы пошли, я бы не подходила к краю. Я бы остановила его и он бы не отступился. Я бы удержала его. И он бы не упал. Он был бы жив. Если бы я могла остановить время. Если бы этот дар был у меня уже тогда. Субтитры сделал DimaTorzok Счастье в чем оно? В богатстве? В свободе? Или в улыбке ребенка? Нам всегда кажется, что для счастья нам чего-то не хватает. Времени, денег, любви. Но как часто пытаясь взять больше, чем дала судьба... Я сказал всем сидеть! Мы теряем самое важное. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Победители конкурса «Счастливая семья» на приз честного банка. Мам, твоя статья? Угу. Мам, ты чего? Я тебя очень люблю. Так чем-то он закончил с дела. Сколько стоит семейное счастье? Нисколько. Фига себе. Банк же приз обещал. Банк оплатил им обзорную экскурсию над городом. Ух ты! На воздушном шаре? Нет, на самолете. Кстати, я лечу вместе с ними. Особое поручение Бронской. Репортаж в небе. Везет. А ведь совсем недавно мы тоже могли бы выиграть в этом конкурсе. Привет. Кофе есть? Папа, ты где был? Мы с Кирюхой всю ночь бизнес-план писали. Хотим открыть свое рекламное агентство. А что, я первоклассный дизайнер, он копирайтер. Сказал, что найдет деньги для старта. Ну что ж, удачи вам с Кирюхой. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долго там? Долго. Ищите лучше другой банкомат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрюша, я прекрасно понимаю, что моя газета не твой уровень. И что после Сирии тебе все это не очень интересно. Но мне очень нужен твой профессионализм. И прости за эгоизм. Хочу повысить на тебе террорию. Бронская, роль сраты Казанской тебе никогда не удавалось. Я же тебе пообещал, пока идет реабилитация после ранения, и от твоего полного распоряжения. Просто хотела убедиться, что мы все еще понимаем друг друга. Кстати, как твое восстановление? Нормально. Сегодня закончил космин селимером. Только контузия жизнь отравляет. Башка трещит. Черт. Паблетки закончились. Слушай, у нас есть аптечка. Варвара! Варвара! Не надо мне в Честный банк, Варвара. Слушай, я совсем забыла, сегодня ограбили один из банкоматов Честного банка. Поэтому председатель правления занят, все Ливановы едут сюда. Анна обо всем предупреждена. Хорошее начало. Ева Витальевна, почта. Давай почту. Давайте улыбаемся. Нам нужна фотография счастливой семьи. Местами поменяйтесь, пожалуйста. А, да. Хорошо. Стульчик, убери, пожалуйста. Да, конечно. Отойди, пожалуйста. Вот так, да? Да. Давайте еще разок. Так. Меня смотрим? Да, отлично. Максим, спину выпрямлю, вниз, пожалуйста. Убери шарик. Делаем. Ага, спасибо. Спасибо. Эспрессо. Верхняя слева. Спасибо. Мероприятие не отменили за ограбление? Привет. Каковы успехи? Ты ничего не пропустила. Я все отснял, теперь твоя очередь. Аптечка сверху. Идем покажу. Извините. Извините, Ева Витальевна. А почему Базилевич поехал заниматься ограблением? Почему я должна заниматься всякой ерундой? Я хочу не пиарить Смирнова, рассказать о нем правду. Потому что тема счастливой семьи, это как раз то, что вам сейчас необходимо. Не стоит очернять президента Честного банка Смирнова, не имея более веских улик, чем эти. Случайно оказалась среди моих бумаг. Извините, открыла машинами. Докажите его связь с аферой Флэт-1, и я дам добро вашему репортажу. А пока нет. Ну, почему? Это потому, что он наш давний спонсор. Разговор окончен. Но Смирнов вор. У меня собрана масса доказательств. Я видела ваши доказательства. Их недостаточно. Разрешите. Я школьный врач. Бросать работу нет смысла. Дети все время под рукой. Рады, что пропускаете занятия? Простите, пожалуйста. Ничего страшного. Муж звонит. Сережа! А ты где? Солнышко, я еду. Да, вот в одном квартале от банка. В смысле? Черт, так я... Если бы я раньше знал, что нужно в редакцию. Какой у них точный адрес? Так они на Цилковского? Адрес? Адрес какой? Алло! Разъединили. Смирнов на Кистич. Хм. Да! Ир, прости, я телефон уронил. А? Нет, ну, в какой удар? Ир, все, в порядке, я скоро буду. Слушай, я, наверное, зачем мне в редакцию ехать? Давай я сразу в аэроклоп, окей? Давай. Да, я там был. Грабители ищут. Любопытный клиент. По поддельной карте проник в банковскую систему. Притом, что там сложнейшее кодирование. Четыре набора криптоключей. А теперь, внимание, он снял один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч триста рублей. А банкомат был забит с утра под завязку. Там пять миллионов было. Да, я все понимаю, конечно, конечно. В заметке будет отражено, что честный банк самый надежный, безопасный. Так. Ева Витальевна, тут что-то произошло. По-моему, какое-то ДТП. Я вам перезвоню. Здравствуйте. Вот. Еду, короче, еду. Алло. Я Витальевна. Мне тут повезло. Человек избил насмерть, а водитель скрылся. Да. Хорошо. Занимаюсь. Занимаюсь. Слушай, я же сказал тебе, шкет, здесь не игровая площадка. Иди отсюда. Так. Продолжаем. В общем, секунд через пятнадцать-двадцать. Дядя! Дядя! А машина не заметна. Так мусор уже сюда играет. Так я откуда снову? Пошел. Я вижу, человек не лежит. Я и пошел. Привет. Классная доска. Меня дядя Олег зовут. У тебя как? Это скейт. А, ну да, конечно, скейт. Извини. Слушай, а ты видел, что произошло? Ага. А какая была машина? В марках не разбираешься? Нет. Ну, может, Свет запомнил? Нет? Жалко. Я знаю дядю. Дядю? Из машины. Так. И что за дядя? Вот он. Вот этот дядя? Угу. Дядя? Угу. Угу. Ну, нет. Ну, нет. Угу. Ну, нет. Угу. Свободное время, ну, ну, как у всех. Ну, как у всех, по-разному. Кто-то варит борщи, кто-то смотрит телевизор, кто-то ходит в походы. Как у вас проходят дни? Ну, у нас, мы, когда собираемся всей семьей, муж всегда что-то придумывает. Ну, вот когда им ремонт делали. Помните? Да. Вот. Сережа устроил соревнование. Это, наверное, был самый веселый и самый быстрый ремонт. Ну-ка, расскажите про ваш дом. У нас нет дома. Как это? Понимаете, у нас большая семья, хотелось больше места. И мы с мужем взяли кредит под залог старой квартиры. И вложили в строительный концерн «Флэт Ван». Ну, вы, наверное, никогда знаете, что произошло. Да, конечно. Дом не достроили, застройщик пропал, а мы оказались практически на улице. Ну, там же с самого начала все выглядело как афера. Как же так? Это... Да, вот так. Ну, я думаю, что это не самая интересная тема. Да, конечно, извините. Маша, Максим, расскажите о ваших хобби. Я рисую. Так. Я хожу на Капаэйру. Это бразильское боевое искусство. Ух ты. Ну, а мама с папой... Маш. Ходят в школу латиноамериканских танцев. А, да. У тебя аптечка есть? Стараемся, конечно, не пропускать. Да. Спасибо. Поняла. На выступления какие-то, возможно. А то есть и выступления поправишь? Как интересно. Аня, все, вы можете ехать. Готовы? Пойди. Видняга. А что с ним? Балава болит. Последствия контузии сильные. А ты не знала? Сейчас реабилитацию проходит. Пенициллин колит. Я готов. Едем. Ну, ничего так. Могло быть хуже. Сфоткать у меня одну возле лимузина. Для аватарки. Конечно. Так не пойдет. Ты очень скована. Положи руку на машину, представь, что лимузин твой. И он тебе давно надоел. Я и подумать не могла, насколько это увлекательно. Понимаете? Одно дело, когда ты в детстве занимаешься. Ну, а когда это уже в каком-то таком зрелом возрасте. У вас дети есть? Нет. А вы женаты? Нет, не сложилось. Может быть, встречаетесь с кем-нибудь? Так, нам нужно сделать фото счастливой семьи на фоне лимузина. Слушайте, ребята, а мы не опоздаем, а? Сейчас сделаем фото и поедем. Мама, давайте в центр. Сюда. Да, Филипп. Так, иди сюда. Держи. Держи. На счет три. Улыбаемся и смотрим на меня. Один, два, три. Ну, это моя флешка, Филипп. Она лежала на столе. Ну, что, что она лежала на столе? Это моя флешка. Ну, я записал на нее презентацию. Ты не могла бы мне ее завести? Нет, слушай, я не могла бы. Потому что мы уже выезжаем на аэродром, а флешка у меня осталась в редакции. Ну, мне срочно надо. Слушай, я не могу говорить пока. Все, ребят, садимся в машину, мы опаздываем. Поехали, поехали. Привет, мой хороший. Ну, как вы? Добрались. Привет. Привет, солнышко. Держи. Спасибо. Ну, как вы? А что со стеклом? Что случилось? Ничего, все нормально. Я когда с тобой разговаривал, меня один придурок подрезал, я влетел в ограждение. Ты не пострадал? Все хорошо? Сережа, точно все хорошо? Ну, конечно. Просто не люблю летать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Антон Дюков, ваш пилот. Вы Селивановы? Нет, Анна Громова, 24 часа. Андрей Литвин. Селивановы, вон они. Антон, боюсь, что без вашего фото в кругу счастливой семьи нам не обойтись. Пожалуйста. Надо, Антон, надо. Прошу вас. Тебя, шустрее. У нас время ограничено, мы вылетаем скоро. Все, абсолютно? Ой, что ж такое? Так, снимаю. Веселее, веселее. Улыбайтесь. Хорошо. Давайте еще раз. Антон, улыбайтесь. Хорошо. Андрей, Андрей, что с тобой? Все нормально. Тебе плохо? Голова кружится. Вам плохо? У него головные боли после контузии. У меня есть таблетки, я исчез. Не надо, я принимал сегодня. А что вы принимали? Это я не знаю. Дайте. Так, процитамол, кофеин. Вы алкоголь употребляли? А какое у вас обычное давление? Нормальное. Так, а может быть, какие-то препараты принимали? Пенициллин. Ему колят пенициллин. Понятно. Пенициллин и процитамол. Это побочные действия от сочетания лекарств. Андрей, Андрей, вы что, хотите паралич легких или остановку сердца? У нас здесь есть хороший врач. Я провожу тебя. Не надо. Я сам. Спасибо, я сам. Ева Витальевна, я вам отправил по почте материал. Это сенсация. Все подробности письмом. Значит так, мне нужно место на первой полосе. А весь номер не хочешь? Черт, нет. Половина первой полосы. Сейчас посмотрю, твой хваленный материал. Алло, Филипп, говори быстрее. Мы на аэродроме скоро взлетаем. Мне нужно флешли, иначе заказ потеряю. Когда ты ее прийдешь. Слушай, почему-то у меня вечного... Алло. Алло. А с неба лазером до земли достать можно? Ну, конечно. Если с земли можно, то и наоборот. А что, у тебя есть лазер? Это складной нож и указка. Убери его лучше. Здесь мы грать нельзя. Вышка Ромео Альфа, 506. Курс 170 с набором 400 принял. А если мотор заблокнет? У нас еще два есть. А если все? На поле сядем. Держи штурвал. Держи, держи, не бойся. Крепко, но мягко. Ну, как ложку. Конечно, звонил в полицию. Да, официально, от газеты. Сказал, что водитель, который сбил сегодня человека на улице Гагарина, находится на борту прогулочного самолета. Да, это Сергей Селиванов. Абсолютно. Спасибо. Сергей. Сергей. Да. Скажите, а какой у вас любимый танец? В смысле? Не понял. Ваша дочь сказала, что вы с супругой ходите заниматься танцами. А зачем вам это? Чтобы быть в форме. Вы выиграли конкурс и стали самой счастливой семьей. Скажите, а что для вас счастье? Счастье? Ну, вот, когда жена улыбается, когда у твоих детей есть все необходимое. Макс, наша школа! Где? Ёрт! Да вон же! Вон, смотри, видишь стадион? И вон вышка, видишь? Точно! Значит, пора. Мы с пацанами договорились, что я им лазером потягнала. Точно! Вышка-вышка, полста шестой. Что-что еще раз? Вы уверены? Вышка-вышка, полста шестой. Разворотно-посадочный курс. Принял. Вышка-вышка, полста шестой на посадочном. Посадка разрешена. Принял. А что случилось? Мы возвращаемся. Пристегните ремни. У нас час, мы только взлетели. Указание диспетчера. А в чем дело? Команда диспетчера. А ну, дай-ка свой нож. Что за... На верой высоту летим в Турцию. Какая Турция? Папа, ты что? Сережа, что ты делаешь? Папа! Бери нож. Сергей, не делайте глупости. Так сели! Сели все! Папа! Папа! Ты что, с ума сошел, Сережа? Я сказал, сели! Турцию. У нас не хватит топлива. Идем вы из меня идиотов. Сергей, успокойтесь. Сережа, что это все значит? Ну, зачем тебе все это? Ну, может. Сережа, ты подумай о нас! Подумай о нем, это у нас! Максим! Да пойми ты! Я сбил человека насмерть. Ты понимаешь? Насмерть! И они меня нашли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы школьный врач? Дети всегда на глазах, под контролем. Да. А вы, оказывается, все о нас знаете. А папа в институте препод. По информационной защите. Безопасности. Информационная безопасность. Извините, это муж звонит. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сереж, а ты где? Осторожно! Черт! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Сергей, ответьте! Алло! Алло, Сергей, ответьте! Алло! Дайте, пожалуйста, телефон. Какой-то нам пришибли. Какой-то нам пришибли. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Ир? В смысле, вывылился? Да все нормально, просто один пудель меня подрезал, я телефон уронил. Ир, давай я сразу на аэродром поеду, хорошо? Давай, целую. С ним все в порядке? Да, все нормально, он едет на аэродром. Извините, секунду. Алло. Здравствуйте. Я хотела бы записаться на прием к неврологу. В порядке? Опять. Я не понимаю. Что? Мне надо к врачу. Этого просто не может быть, или я схожу с ума? Как твоя голова? Говорят, после контузии сильные боли? Уже не болит? Субтитры создавал DimaTorzok Простите, нервы расшатались. Ничего страшного. Я понимаю. Да мы сами сейчас все на нервах. Из-за потери квартиры. Да? Это вам Сережа сказал? Вы знаете, это ужасная история. Я вообще не понимаю, как мы могли так сглупить? Не только вы одни. Флэт Ван разорил многих людей. Ну, это так. Это как-то слабо утешает, знаете. Тем более, сегодня последний день, когда мы смогли бы выкупить нашу квартиру. Вот так. Ну, ничего. Мой муж никогда не сдается. Мы вам поможем вернуть деньги. Обязательно. Аня, вы можете ехать? Поехали. Порцитамол с паницелином могут дать сильные побочные действия. Тебе станет только хуже. Слушай, Аня, я как-нибудь сам разберусь. Хорошо? Что ты принимаешь? Давай заедем в аптеку по дороге. Нам никуда ехать. У нас нет на этого имени. У нас есть на это время. Алло. Да. Да, я был в банке. Мы с милицией напали на след. Грабитель чуть не сбил человека и врезался в мусорный бак. Из машины выпали его вещи. Нет, пока не знаем, допрашиваем свидетелей. Так, что за машина была? Да не помню я. Из-за тебя дядя чуть под машину не попал. Давай домой. Я же сказал, бегом домой. Марку запомнили. Привет. Классная доска. Все в порядке? Да, спасибо. Извините, пожалуйста, повередитесь сначала на Лермонтова. Хорошо. Заедем ненадолго, ладно? Это очень важно. Алло, Филипп. Я сейчас привезу тебе флешку. Спустись, пожалуйста. Только поскорее, а то у меня мало времени. Спасибо, пока. Ира, скажите, а у вашего мужа хватает времени на детей? Ну, он каждый вечер выкраивает хоть полчасика. Для детей очень важное отношение с отцом. Особенно в этом возрасте. Аня, спасибо. Ты меня жутко выручила. Я же тебя не просил. Ты просто забыл. Держи. Удачи на презентации. А я тебе не говорил, что я сегодня вечером жутко занят и не смогу с Егором сходить в кино, как и обещал. Жаль. Для детей очень важное общение с отцом. Особенно в этом возрасте. Привет. Привет, солнышко. Как вы. А вот и мама. Так, держи, дорогая. Это тебе. Спасибо. У тебя все нормально? Да, солнышко. Просто не люблю летать. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Скажите, а с вами по дороге ничего не случилось? Неприятного? Вы та самая журналистка? Нет, со мной ничего не случилось. Если не считать того, что из-за вас чуть не попал в аварию. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Селивановых? Да. Я Антон Дюков, ваш пилот. Очень приятно. Вы не волнуйтесь, сейчас летать безопаснее, чем принимать ванную. Извините. Алло, Балакирев, можешь говорить? Слушай, пробей для меня, были ли сегодня наезды за последний час? Срачнее некуда. Я жду. Максим, отдай, пожалуйста, пилоту свой ножик. Пусть он побудет у него. Просто у летчика будут проблемы, если я напишу в статье, что он позволил на борт пронести холодное оружие. Я права? Абсолютно. Не обижайся, заберешь его после полета. Не бойся. В крайнем случае катапультируемся. Здесь, конечно, парашют есть. Ты даже не представляешь, как ты меня успокоил. Да, Балакирев. Точно не было? Спасибо. Пока. Вышка Румао Альфа, пол 106. Курс 170 с набором 400 принял. А если мотор уже глохнет? Споткайте нас. Сергей. 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 Да. Скажите, а что для вас значит семья? Семья. Все. Маша! Маша школа! Где? Вон. Видишь, в стадионе. А вон трубка. Точно. Жалко, что у меня указку забрали. А то посвятить пацанам обещал. Вышка-вышка, пол 106. Что-что еще раз. Да ладно, вы уверены? Вышка-вышка, пол 106. Разворот на покадочный курс. А что случилось? Все в порядке. Все в порядке, полет продолжается. Справа по борту артиллерийский форт. Как вы? Мы же разворачиваемся назад. Сергей, не волнуйтесь, все в порядке. Да-да. Сидеть. Всем сидеть! Всем сидеть! Сережа! Курс на турцию. Что за... Ни слова в эфир. Наверное, высоту. Откуда у него пистолет? Я не знаю. Сережа, что ты делаешь? Я сказал всем сидеть! Ира, зять! Папа! Да объясни, что происходит. Вообще-то тут твои дети, Сережа! Не вымешивайся ты, черт возьми! Я сказал всем сидеть! Не надо. Сергей, значит, по дороге вы все-таки попали в аварию. Что ты пристал с этой аварией? Да, из-за твоего крика по телефону я врезался в мусорный бак. Если бы не ты, все было бы нормально. Погоди, но если это всего лишь бак? Зачем мы из-за этого... Из машины выпали улики, которые должен был выбросить в другом районе. Ира, я все продумал. Все мелочи. Я забрал у этих подонков ром настолько, сколько они у нас у края. Но теперь вот из-за нее меня вычисли. Все сорвалось. Ну да ничего. Ничего. В Турции обратимся к власть обрывстве деньги со мной. Как к жертвы произвола обратимся. А мы и есть жертвы произвола. Возможно, мне дадут небольшой срок за угон самолета. Но зато вы, вы будете устроены, вам дадут пособие. Ира, все будет хорошо. Я делаю это только ради семьи. Сергей, значит, это вы ограбили банкомат. Я забрал ровно столько, сколько они у нас украли. Зачем? Причем тут банк? А при том, я докопался, что корпорация Флэт-Ван через подставных лиц принадлежала частному банку Смирнову. Боже мой, Сережа, ты что? Да, 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 да! Да, Ира, сегодня последний день, когда мы можем выкупить нашу квартиру. Я не мог позволить, чтобы вы остались на улице. Ира, что я должен был делать? Что я должен был делать? Сергей, послушайте, если вы хотите, чтобы ваша семья была счастлива, если для вас это имеет хоть какой-то смысл, пожалуйста, не подвергайте опасности ваших детей. Позно, позно. Я знаю, что вы потеряли деньги, вы потеряли дом. Но у вас осталось самое ценное. У вас осталась ваша семья, они вас поддержат. Пожалуйста, не разрушайте все. Позно, нет, вы ничего, вы ничего не знаете. Я веду давно журналистское расследование. У меня есть доказательства по поводу аферы Флэт-Ван, по поводу честного банка. Я работаю с подполковником Балакиревым. Стали известны новые факты. И скоро, очень скоро Смирнов окажется за решеткой. Обещаю вам. Папа, пожалуйста! Сергей, это ваш шанс. Сережа. Опустите пистолет. Слушай, здесь твои дети. У тебя есть шанс. Запусти пистолет. Запусти пистолет. Ира, прости. Сереж, ну ты что? Сереж, Сереж, я деньги найду, адвокат найму. Ты слышишь? Ты только держись! В рапорте о погоне не будет ни слова. Я Селиванова не оправдываю, но понимаю. Ира, все будет хорошо, я вам обещаю. Для кого? Смирнов влиятельный человек. Ваши газеты рекламируют его банк. Это не имеет никакого значения. Кроме того, есть информация, что Смирнов собирается все свои активы перевести в офшор. Мы ему этого сделать не позволим. Поэтому будет суд, и деньги вам обязательно вернут. Спасибо. Простите. Сережа, он... Это дело ради семьи. Держи. Не бойся сувенир. Как ты узнал? Ничего я не знал. Его по виду от настоящего не отличишь. У меня бывали ситуации, и похуже. Вот и я иногда, бывает, не могу понять, где реальность, а где нет. Аня, можно вопрос? Да. Ты откуда узнала? Про контузию переселил? Тебе я его рассказал? Слушай, скажи, у тебя бывает такое чувство, что ты спишь, понимаешь, что это сон, не можешь проснуться, потом просыпаешься и понимаешь, что это не сон? Хочешь кофе вон? Черт, я же опаздываю к невр... Неважно. Увидимся позже. Пока. Что там? Я больна? Вы абсолютно здоровый человек. Физических отклонений, либо каких-то дисфункций головного мозга я не вижу. Ну, а что-то ведь не так. Я описала вам свои симптомы. Возможно, переутомление, депрессия, невротическое расстройство, страхи. Хотите, я дам вам направление к психотерапевту? Нет, не хочу. Тогда я поняла, что совершенно здорова. Это было хорошей новостью. Но, с другой стороны, оставляла еще больше вопросов. Если мои видения не игры разума или воображения, то что же это? Волшебство? Магия? Может, все дело в этих странных часах? А вовсе не во мне? Я решила, во что бы то ни стало разобраться в том, что со мной происходит. Редактор субтитров А.Семкин